Баскетбол И узнаем о черной полосе Казанского уникса. Судьи нам помогут. 15 поражений и только 3 победы. С таким балансом в последних 18 встречах уникс подошел к матчу с зенитом. Особенному во всех отношениях. Команды-соседи в турнирной таблице в прошлом году рубились за Евролигу в пятиматчевой полуфинальной серии плей-офф. А еще тренерская дуэль Пашутин-Карасев. Одна из самых интересных в единой лиге ВТБ. Два старых знакомых. Они вместе играли в сборной России. Затем по очереди ее возглавляли. И, конечно же, Василий Карасев не забыл, как Евгений Пашутин отобрал у него путевку в финал прошлой весной. Но с тех пор Карасевых в команде стало вдвое больше. Карасев-младший в Казани был просто неудержим. Атаковал в проходе, со средней. Даже трехочковый с фолом забил. И все точно. Всегда команда в уровне Евролиги всегда особенная игра для нас. Потому что мы сами пытаемся сюда попасть. Пытаемся быть этой командой, которая будет играть в Евролиге. Поэтому вне зависимости, в каком составе выходит команда против нас, нужно всегда выходить с полной боевой готовностью и выкладывать на 100%. У «Зенита» в составе не было Яниса Тимы. Он весь матч находился рядом с партнерами. И его отсутствие гостям удалось компенсировать командными усилиями. А потерю Кита Лэнгфорда «Уникс» восполнить не смог. Кроме того, у «Зенита» было достаточно времени, чтобы проанализировать соперника и понять, что же с «Униксом» не так. У нас неделя, чтобы подготовиться, где-то отдохнуть. «Уникс» я думаю совершенно понятно. То есть это, наверное, очень тяжелый, действительно, график Евролиги. И все-таки команда летает не чартерами, не своими перелетами. И очень много сил отдается. То есть, наверное, двойные составы нужны, если ты хочешь играть в Евролиге, чтобы действительно можно было выступать на два фронта. Ну и, конечно, отсутствие Лэнгфорда, я думаю, что тоже во многом сказалось. Потому что очень многое строится через него. Готовились к этому матчу не только тренеры и игроки. Для судей матч недели «Уникс-Зенит» тоже особый вызов. Так, ну вы помните, о чем нельзя забывать в матче этих команд. Об особенностях игроков, о тех, кому особое внимание. Это две российские команды, которые занимают соседние места в турнирной таблице. И они хотят играть в баскетбол. Нужно позволить им это сделать. Позволить бежать, бросать. Это зрелищно. Не будем им мешать. Но если они начинают играть грязно, не по правилам мы должны вмешаться. Это наша работа – определить границу дозволенного. Привет, Сереж. Хороший играй. Артем, привет. Хороший играй. Парни, получайте удовольствие. Не теряйте концентрации. Привет, Сереж. Хороший играй. Долгое время действительно судейство было какой-то такой романтической профессией. Люди приезжали, работали игру и уезжали. Сейчас это действительно стало настоящей профессией. Я думаю, что жизнь арбитра все больше и больше становится похожа на жизнь игрока. Мы также готовимся. У нас мы сдаем физические нормативы, мы ходим в педажерный зал. Мы работаем над нашими физическими данными. Точно так же мы анализируем игру, проводим скаутинг. И да, перед каждой игрой мы изучаем команды. То есть у нас действительно такая же рутина перед игрой, как и у команды. Сереж, руки! Там не было фола. Зачем ты свистишь? Ты начал говорить со мной, а теперь даже дослушать меня не хочешь? Как правило, люди, которые приходят на баскетбол, они в первую очередь смотрят на игрока с мячом. Потому что вся красота баскетбола, как правило, разворачивается вокруг него. Судьи лишены этой возможности. Мы должны контролировать каждый из нас свою определенную зону ответственности. Мы смотрим, как правило, на защитника. Потому что если правильно определить, что делает защитник, тогда можно говорить о качестве принятия решения в отношении того, был ли фолл защитнику или нападающему. Даже когда прихожу просто как зритель на какой-нибудь баскетбольный матч, ловлю себя на мысли, что смотрю не за игрой, как обычный зритель, а смотрю действительно за работой коллег, смотрю за именно работой на игру защитника. То есть у нас действительно абсолютно другой взгляд на баскетбол, не такой, как у всех остальных, кто приходит за мной. Я не видел нарушения, но я видел только руки, больше ничего. С моей стороны не было нарушения. А ты видел что-нибудь? Ничего. Он просто опустил мяч вниз, нарушения не было. Свистим только очевидные нарушения. У судей, как правило, выигрышная позиция. Мы находимся наиболее близкой позиции к очагу, к какому-то красивому элементу баскетбола. И очень часто там, когда происходит какой-нибудь али-уп, забивают сверху, и судья находится там под кольцом. Действительно, можно говорить о том, что у нас самые лучшие места, самые выигрышные, да. Но действительно понятно, что мы все равно сконцентрированы на игровом эпизоде и не получаем того удовольствия, которое получают болельщики. Я думаю, что когда идет речь о судействе на самом высоком уровне, такой, как Единая лига ВТБ, Евролига, Еврокубок, Лига чемпионов ФИБО, другие международные турниры, здесь, конечно, в первую очередь уже вопрос психологии. Потому что нормально научиться определять отрыв опорной ноги, была пробежка, не было, выход мяча за пределы площадки, какие-то моменты, связанные с игрой центровых, защитников. Это может, по большому счету, почти каждый человек. А вот сделать то же самое качественно под каким-то определенным прессом психологическим, тяжелый эпизод игровой игры, когда каждое решение действительно очень важно, это действительно уже показывает высокий уровень арбитра. Мы смотрим, что делают нападающие. Если отлетает, то будем смотреть. Хорошо. Если говорить о работе судьи, мы должны понимать, что здесь есть очень непростые игроки, которых мы действительно там разобрали перед игрой, и мы будем внимательнее относиться к ним. Поэтому наша работа заключается в том, чтобы правильно оценить игровые действия непростых игроков. Мы действительно знаем немножко больше и слышим немножко больше, к сожалению. Но ничего страшного, это как бы часть нашей профессии, которую мы очень любим. Уникс тщетно пытался догнать «Зенит». В начале, в заключительной 10 минутке казанцы сократили отставание до 9 очков. Но настоящей погоне не получилось. Итог. Форменный разгром. 25 очков разницы слишком много для соседей по тургирной таблице. 16-е поражение Уникса при трех победах сказались на посещаемости матча, настроении болельщиков и на самих игроках. С такой серией невероятно трудно вернуть в команду хороший микроклимат. Еще сложнее вернуться в сезон. Но у фанатов есть надежда, что казанский клуб уже достиг своего дна и готов от него отталкиваться. Такой неудачной серии в истории клуба еще не было. Талант, атлетизм, старательность и, может быть, даже удача. Все это необходимо, но только если ростом не вышел. Великанам все двери открыты. Иногда для успешной карьеры достаточно просто быть большим. Разумеется, это не гарантия успеха, но точно дорога в баскетбол без вступительных экзаменов. Артем Пороховский оказался слишком большим для футбола. Игра для маленьких людей осталась в глубоком детстве. Баскетбол я не знал как видом спорта до лет 12-14 лет. Я не понимал, что такое баскетбол. Как все ребятишки, начинал с футбола, потому что интересно, популярно. Но для своего возраста я начал быстро очень расти. И в 15-16 лет уже дети моего возраста обычно переходили на такой полупрофессиональный уровень. И я уже не мог перейти на этот уровень. Я был медленный, я не успевал. Стоял такой вопрос – менять спорт, либо заканчивать со спортом как таковым. Артем был обречен связать свою жизнь со спортом. Отец – тренер сборной Белоруссии по лёгкой атлетике, а мама – сборной Белоруссии по плаванию. Маленькому Артему оставалось только определиться с дисциплиной. Рост помог сделать выбор. А на одном из юношеских турниров большого парня заметил американский тренер. Американский колледж – отдельное приключение. Я приехал в чужую страну, не знаю ничего практически о Америке, не имея ни друзей, грубо говоря, ни родственников близких там рядом. И ты приезжаешь, еще и не говоришь по-английски. И все к тебе, ну, пытаются с тобой общаться, а ты просто не знаешь, что ответить. У меня было просто простые ответы – yes и no. Каждый, что бы человек ни спросил, я говорил yes или no. Чужой язык, чужая страна. Трудности помогли центровому окрепнуть и создать семью. Супруга Габи появилась в нужный момент. В том же колледже она училась, играла волейбол. Она была волейболисткой, я, соответственно, в баскетбол играл. И у нас как-то отношения связались быстро, потому что она из Европы, она из Польши и я из Беларуси. И как бы обоим тяжело, обоим непривычная обстановка. И как-то вот так вот пошло с того времени и завязалось наше отношение, наверное. Тяжело сказать, как именно, но вот, видимо, вот эта обстановка как-то нас сплотила. И потом уже страсть появилась, любовь. Параховский стал настоящей звездой университетского баскетбола. Вывел скромный Радфорд в финальную стадию студенческого чемпионата. Невероятный прогресс для учебного заведения из подвала турнирной таблицы. Параховский дважды признавался лучшим игроком в конференции. И уже мечтал о карьере в НБА. Я был на драфте в 2010 году. Меня не выбрали, хотя по подсчетам я должен был быть выбран там в определенном промежутке. Но, увы, этого не случилось для меня. Это был, конечно, шок большой. Потому что все в один голос трубили, что, ну, выберут, выберут, выберут. И в итоге все по-другому. Ну, у меня немножко, так сказать, ну, не депрессия. Ну, у меня было очень обидно. Сильно было обидно. И я не хотел, реально не хотел возвращаться в Европу. Думал оставаться в Америке. Ну, как обычно это происходит, играть через Ди-лигу. Но в итоге я вернулся в Беларусь. Поиграл со сборной в Беларусью. Немножко успокоился. И понял, что в Европе не так все плохо. И в итоге Римас Квартинайтис позвал меня в Эф-Ригу. Мне было очень приятно с ним работать. Это был мой первый профессиональный опыт такого масштаба. Потому что, ну, я не понимал, что такое профессиональный баскетбол. Не знал, чего ожидать. И первый год у меня был очень тяжелый. Зная Римаса теперь, а не зная в то время, было очень тяжело работать. Сейчас Параховский – основной центровой Казанского уникса. Это его второй сезон в Евролиге. Белорусский гигант – третий в списке самых блокирующих игроков турнира этого сезона. В Единой лиге ВТБ на счету Параховского и вовсе рекорд розыгрыша. Пять блокшотов за один матч. Досталось первому профессиональному клубу в карьере – Рижскому ВЭФу. Сейчас большие, даже такие более мобальные большие. То есть они ниже 2 метра 10. То есть они где-то 2,05-2,04. Такие бегущие, прыгущие. Иногда даже с броском. То есть, да, нас мало. Нас мало осталось. И мы, наверное, штучный дефицит. Когда мы на площадке, мы тоже приносим свою роль какую-то. И центровой, я считаю, это стержень команды. То есть он, как говорил Римас Куртинайтис, центровые – это как мама. То есть когда нас бьют, к тебе должны идти за помощью. Совсем недавно, в канун Нового года, краснодарский локомотив «Кубань» представил занятный аппарат – локомашину. С его помощью можно и эрудицию проверить, и бросок подточить. Первыми новинку осваивали игроки железнодорожников. Как и на площадке, в неравной битве человека и машины они действуют сообща. Сколько планет в Солнечной системе – не самый простой вопрос для австралийца Райана Брокхоффа. Но это еще ничего. Карри Ирвинг из НБА вообще утверждает, что Земля плоская. Оценил устройство и генменеджер клуба Алексей Саврасенко. Блистал во время игровой карьеры, не ударил в грязь лицом и в интеллектуальной дуэли. Сегодня профессиональный баскетбольный клуб командир «Кубань» презентует локомашину. Для того, чтобы еще больше приблизить наших болельщиков к клубу. Тех людей, которых еще ни разу не было на баскетболе. Это была первая машина, и с того, что она появилась в МАЦ, в Краснодаре. С помощью локомашины болельщики могут выигрывать бесплатные билеты на матчи команды. Аппарат уже совсем скоро можно будет опробовать в баскет-холле. А пока он проходил обкатку в торговых центрах Краснодара, фанаты остались довольны. Я считаю, что она будет привлекать больше народу в баскет-холл. Больше народу заинтересуется именно баскетболом. Это будет здорово. Локо и так наводит ужас на соперников. А теперь у краснодарцев в распоряжении есть еще локомашина. Плей-офф. Жди, мы едем. Баскетбольные смешные так увлеклись подготовкой очередного выпуска, что чуть не пропустили праздник 8 марта. Милые девушки, этот выпуск начинаем с поздравлений. Подходите ближе, будет интересно. Александр Карпухин из Автодора задает градус нашему выпуску. А что нам скажет это фото? Уборка дома сделана, посуда помыта, футболка постирана. Принимает эстафету защитник рижского УБФа Янис Блумс. А вот отсутствие футболки – это уже мейнстрим какой-то? Ну и какой выпуск баскетбольных и смешных без танцев? Защитник Нижнего Новгорода 2 Андрей Черков не переживает по поводу задержки рейса. Лишь бы было место для танца. И когда ребята вырастут из второй команды, научатся снимать горизонтальное видео. Павел Эльменков из Ярославского Буревестника готов к весне и к экспериментам со стилем. Вам какой вариант больше нравится? У нас есть какая-то тактика, и мы будем ее придерживаться. План Марка Тадоровича на начало матча выглядел следующим образом. Не буду прыгать, и Александр Винник это смутит. Сергей Моне поборется и ударит мяч Максиму Дыбовскому в ногу, мяч прикатится мне, а я дам его Славе Зайцеву. Самый удивительный, план сработал. Браво, Марку! Если вы забыли, это Зоран Лукич, тот самый тренер, который вывел Нижний Новгород в финал Единой Лиги ВТБ и показал Нижнему Новгороду Евролигу и большие победы. Это тоже он. Тот самый Зоран Лукич. Изменился внешне, но все еще готов помогать родному клубу. Иногда они возвращаются. Может быть, это не смешно, но нас радует. Вы думаете, легко быть Милошем Теодосичем? От тебя всегда требуют только гениальные передачи, но не все могут их поймать. Виталий Фридзон расстроился еще сильнее, чем Милош, но Джеймс Агастин времени на переживания не оставил. Вы любите баскетбол за красивые броски и передачи? Нам нравятся потери. Матч Енисея и Нижнего получился отличным. И завершаем выпуск поздравительной милотой от Смоки Минска. Поддерживаем русичей-белорусичей и подписываемся под каждым словом. Девушки, вы действительно лучшие, что есть в нашей жизни. Высота баскетбольного кольца 3 метра 5 сантиметров. В единой лиге ВТБ 13 команд, 9 российских, а управляют ими с высоты птичьего полета. И прямо сейчас мы отправимся на 40-й этаж и познакомимся с работой офиса Лиги. Кабинет генерального директора Единой лиги ВТБ Илона Корстин. И здесь решаются ключевые стратегические вопросы. Илона, добрый день. Добрый день. У вас очень красивый офис, и нам сегодня повезло с погодой. Яркое солнце, видно небо. Это правда, что в туман и ненастье у вас в офисе выходной объявляется? Нет, неправда. У нас на самом деле достаточно такое жесткое расписание. И есть игровая дисциплина. И у вас есть баскетбольное кольцо. Можно, наверное, тренировки проводить, не выходя из офиса? Ну, конечно, можно. Иногда мы бросаем в это кольцо. Иногда даже бывает один на один играем. Но так как это офисное здание, и потолки низкие, небаскетбольные здесь, особо не разойдешься. 17 человек – это достаточно для того, чтобы обеспечить работу Диной лиги ВТБ. Конечно же, на такие мероприятия, как «Матч всех звезд», нам пришлось привлекать еще людей, дополнительную организацию, для того, чтобы на месте у нас была помощь в проведении этого мероприятия. Но для каждодневной работы офиса 17 человек – это вполне достаточно. Все, что происходит в этом кабинете, в буквальном смысле слова, на виду. Это кабинет директора по маркетингу и развитию Василия Коршкова. Первый «Матч звезд» прошел. И вот этот хайп, он случился, а сезон еще не закончился. Чего нам ждать еще громкого в этом сезоне? Да, действительно, хайп – это то, чего мы хотели создать, чтобы о нас говорили и чтобы мы немножко пошумели. И я думаю, что мы доказали, что баскетбол может быть не только спортом, но и развлечением шоу. Вот эта задача стояла на «Матчах звезд», и эту задачу мы ставим как основную в развитии лиги. Что важнее – обложка или содержание? «Матчах всех звезд» все-таки красивая обложка. В первую очередь. Но во второй очереди оказалось, что это прекрасное содержание. И если говорить о клубе баскетбольном, который проходит дистанцию 30 матчей за сезон, то вот идеальная дистанция – это когда клуб красиво открыл сезон, а потом с каждым новым матчем увеличивал посещаемость и увеличивал удовольствие, которое болельщики получают от игры. Как часто клубы нарушают те или иные статьи регламента? И кто несет за это ответственность от лиги? Кто палач? Кто является палачом в лиге? У нас есть директорат, который принимает решение. То есть в директорат у нас входит ряд работников непосредственно лиги. И, соответственно, это все коллективно обсуждается. То есть у нас по итогам каждого тура мы собираем информацию от комиссаров о том, что было, какие были и были ли вообще нарушения регламента. И, наконец, кабинет президента Единой Лиги ВТБ Сергея Кущенко. Сергей Валентинович, добрый день. Добрый. Спасибо за приглашение. У вас в офисе, с которым мы сейчас знакомимся, два отдела. Это Пермская Парма, отдел маркетинга. И Алексей Чудин, Казанский Уникс. Какой из этих отделов важнее? Куда чаще идете? Оба отдела собираются либо в этом кабинете, либо в кабинете Уилона. Мы обсуждаем то, что именно эти два отдела являются ключевыми для наших клубов. Если синхронизация этих отделов будет работать максимально, то мы получим А – и качественные соревнования, и Б – максимальное количество зрителей на наших матчах. У нас полное понимание с генеральным директором. Я думаю, что управление ежедневное осуществляет все-таки Илона. И прекрасно с этим справляется. То есть она у нас главный тренер? Она у нас главный тренер. А я больше консультант. Надеюсь, что наш тандем, особенно после матча «Звезд», все-таки дал возможность говорить о том, что у нас эффективное управление. Подводим итоги прошедшей недели. Самым зрелищным способом. Традиционный хит-парад – главные и самые яркие моменты в горячей подборке. Быстрые отрывы, фирменный прием армейцев. Американская связка в действии. Аарон Джексон разогнал атаку. Кори Хиггинс ее поддержал. Самый простой и эффектный способ набрать два очка. Кори Хиггинс. ЦИСКА Москва. Десятое место. Алексей Швед радует достопочтенную пермскую публику. Соло на паркете Дворца спорта «Молот» огорчает Парму, но радует глаз. Данг в быстром отрыве. Алексей Швед, Химки. Московская область. Антон Пушков одним движением сбежал от Латевиуса Вильямса. Так же легко, как «Зенит» разгромил Уникс. Центровой Питерцев потряс беззащитное кольцо казанцев. Коти Кларк, посторонись. Антон Пушков. «Зенит. Санкт-Петербург». На седьмой строчке мог бы оказаться Петр Губанов из Нижнего Новгорода. Но он угодил под каток в лице Сулеймана Браймо. Блок-шот двумя руками попался. Сулейман Браймо, Енисей, Красноярск. Антон Пушков продолжает покорять хит-парад. Скрытый пас от Демонта Харпера. Пушкову оставалось лишь устроить демонстрацию силы. Казанские кольца устояли. Антон Пушков. Эффектный выход со скамейки. «Зенит. Санкт-Петербург». Шестое место. Уникс проигрывает, но Евгений Воронов не сдается. Блок-шот Кайло Лендри с характерным настроем. Защитник останавливает центрового и забирает мяч. У этого парня с настроем всегда порядок. Евгений Воронов. Уникс Казань. На четвертое место врывается Энтони Хиллиард. Посмотрите, откуда стартовал защитник. Такой взрывной мощи позавидует сам Усейн Болт. И завершение эффектный данк. Энтони Хиллиард. Енисей, Красноярск. На третьем месте Мартин Шмейерс и его полет над защитой ЦСКА. Алюб от Алекса Гордона вспорвал армейскую защиту. Мощный данк сотряс кольцо. Прыжок Дмитрия Кулагина в сопровождении момента. Мартин Шмейерс. В Фрига. Третье место. Неточный штрафной Милоши Теодосича. И еще одна домашняя заготовка ЦСКА. Отскок берет Джеймс Агастин. Скидка на Дмитрия Кулагина. И Слэмдонг. Столичный стиль. Дмитрий Кулагин. ЦСКА Москва. Второе место. Сергей Чернов из Парма передает привет из подвала турнирной таблицы. Слепой пас через полплощадки точно в руки партнера? Нет проблем. Иван Нелюбов забивает на радость городу. Первое место. Сергей Чернов на Ивана Нелюбова. Парма. Пермь. И на этом все, друзья. Увидимся через неделю. И помните, баскетбол – лучшая игра с мячом на планете Земля. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова